Шумбрачи и Вечкевейский Алгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас снова приветствует программа Шумбрат Раф и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. Мордовская песня, как и любое народное творчество, явление совершенно самобытное. Песня нашего народа тесно связана с жизнью, ведь корнями они уходят в обрядовую поэзию и музыку. Мордовское музыкальное творчество разнообразно в жанровом отношении. Очень развита в народной среде была обрядовая инструментальная музыка, наигрыши, которые исполнялись на народных музыкальных инструментах. Традиционным для мордовского песенного творчества всегда было многоголосье, хоровое исполнение. А при сольном исполнении в народе был популярен речитативно-песенный жанр. Времена меняются, культуры влияют одна на другую, но в современных мордовских и даже в авторских песнях сохраняется все тот же национальный колорит и вдохновение. Песни, музыка живут, пока их мы помним, исполняем, поем. Так где же в нашем регионе мы можем услышать вживую настоящую мордовскую песню? Этот вопрос мы сегодня зададим нашему гостю. У нас в гостях заведующая отделом мордовской культуры Центра по возрождению и развитию национальных культур Ульяновской области Наталья Скопелкина. Здравствуйте, Наталья! Добрый день, шум врачи! Так, Наталья, я повторю свой вопрос. Где мы можем услышать настоящую мордовскую песню? С радостью могу вам ответить, Татьяна, что 21 октября в Татарском Центре в 17.00 будут выступать два прекрасных мордовских коллектива. Первый – это народный ансамбль мордовской песни «Эрзень Койть», руководитель Чурбанов Александр, и детский хореографический ансамбль «Тештине». Елизавета Колбасова – его руководитель. Мы приглашаем всех желающих в пять часов вечера прийти и насладиться мордовскими танцами, мордовскими песнями. И вы, я уверена, получите огромное удовольствие от этого концерта. Наташа, скажите о фестивале. Какие проходят у нас в Ульяновске? Совсем скоро пройдет детский областной фестиваль мордовского творчества, где будут детки показывать свои умения в трех жанрах – это вокал, хореография и театр. Будут съезжаться со всех муниципальных образований области. Наши детвора с детских садов города Ульяновска приедут детки и будут показывать и соревноваться между собой. И мы тоже приглашаем всех зрителей, которые смотрят сейчас программу. 26 октября в концертном зале «Патриот» на проспекте «50 лет в ЛКСМ». Мы ждем вас в 14.00 всех желающих на этот конкурс. Приглашаем, будем рады видеть вас. А еще 29 ноября будет проходить также в ДК «Патриот» мордовский фестиваль творчества «Чинжарама» называется. «Подсолнух» это переводится. Мы там собираем тоже все коллективы, которые поют на мордовском языке. Те, которые танцуют мордовские танцы, коллективы. И это будет как такое объединяющее мероприятие в этом году перед Новым годом. И я думаю, что все могут тоже приходить к нам. Мы приглашаем в 14.00 тоже «Чинжарама» будет проходить в «Патриоте». Пожалуйста, приглашаем, приходите, любуйтесь, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Наталья, я знаю, что к 170-летию в Ксении Филипповиче Юртова в Ульяновской области разработан целый план мероприятий. И я думаю, что в этот план входят также творческие, музыкальные, певческие мероприятия. Есть ли такие? Расскажите. Да, вы правы, Татьяна. Весь следующий год мы проводим под эгидой празднование Юртова. Это великий человек был мордовского народа, просветитель. Будут проходить мероприятия дни мордовской культуры, как в Ульяновске, так и в Ульяновской области, в различных районах. Мы планируем проведение таких дней, где будут собираться тоже коллективы наши мордовские. И с регионов мы будем приглашать республики Мордовия коллективы и именитые, и самодеятельные. И будем совместно с музыкальной программой проводить и просветительные вечера. Наташа, я знаю, что вы не только можете организовать прекрасный праздник, фестиваль, но вы и сами поете. Можете ли вы из нас сегодня порадовать исполнением песни? Да, я с удовольствием подарю вам прекрасную песню «Пайгунись», «Колокольчики», что переводится на русский язык, в акапельном изложении. Ай да стирне то зяда, тёждя нурдонясь, мазы мура-мура да, и чки зень пенясь. Вишк старды, ай горнясь, мор тесь алюминь. Горняй, горняй, пайгонясь, динь-гот-динь-гот-динь. Солэх цях шаловня тне, стирень щёкастя, май рявись гармонья тне. Се динь токай хне, вишк старды, ай горнясь, мор тесь алюминь. Горняй, горняй, пайгонясь, динь-гот-динь-гот-динь. Наталья, я благодарю вас за прекрасное исполнение. Сегодня мы прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях народный ансамбль. Ансамбль мордовской песни «Эртинькоить». Руководитель Александр Николаевич Чурбанов. Здравствуйте. Шумбрачи, Вишкевик Сягот. Очень приятно, что нас пригласили. Александр Николаевич, представьте, пожалуйста, ваш коллектив. С того, что я представляю, сегодня коллектив. Правда, они в полном составе. Многие работают, многие не смогли. Но я думаю, сегодня собрались здесь все самые яркие, задорные и самые талантливые. Это Людмила Лебедева, Татьяна Шабанова, ну и также вы, Татьяна Родионова, тоже участница нашего коллектива, Елена Угарина и Венера Феоктистова. Александр Николаевич, что мы сегодня будем петь? Ну, мы уже не первый раз в этой студии, поэтому мы всегда приходим с новыми песнями, чтобы не повторяться. И так постоянно мы работаем, всегда что-то учим новое. Потому что появляется много-много разных праздников, благодаря нашему несменному лидеру, председателю Владимиру Анатольевичу Сафонову. Появляется в каждом районе праздник Шумбрат, идет по нашей области семимильными шагами. И мы везде, всегда в мордовских праздниках принимаем активное участие. Без нас не обходится ни одно мероприятие. Этим мы живем, и это нам нравится, это нас радует. Ну и сегодня мы споем для вас песни, которые знакомы многим, кто интересуется мордовской культурой, мордовскими народными песнями. Первая песня называется «Эрзень полине». Песня «Эрзень полю нет, поле боя ранине, полю не вязь, эй, взойдет беленькуrait сол, полю не вязь, эльзень беленьку 더 сол. Песня «Эрзень вязь» Песня «Эрзень полю ней». ПЕСНЯ 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 Мы с нетерпением ждем вас, дорогие зрители. А сегодня мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что наша программа выходит каждую первую и третью пятницу месяца на канале Уллправда.ТВ. В записи ее всегда можно посмотреть на сайте Уллправда.ру. До свидания. Вас то мазанок. Уллправда.